Девушки отдыхают Есть много способов уберечь подростка от соблазнов. Но если ребенок уже увяз в липком болоте, то все средства хороши. И даже карцер с наручниками, если это еще может предотвратить трагедию. Когда она узнала, что у папы есть дом в загородном, она очень живо заинтересовалась, и стала его всячески обхаживать. И уже вскоре после выписки отца из больницы забрала его к себе, видимо, чтобы не перехватили конкуренты. Папа женился. Радоваться бы надо. Вот только женился-то он практически при смерти. И года не прожил с новой семьей. Зато теперь вдова и на дом хочет лапу наложить и на участок. Ты раз отметили ли меня как следует это собрать? Истец, истец. Я вызвал. Нанесли ли мне тяжкие телесные повреждения? Ну, да, нормально, нанесли это. Хорошо. Телесные повреждения средней тяжести. После развода женщина осталась проживать с бывшим мужем, которого это явно не устраивало. Он стал всячески притеснять супругу, чтобы заставить ее продать ему свою долю за бесценок. Однако в результате сам того не подозревая загнал себя в угол. Оставайтесь с нами. Истец, представитель органов опеки и попечительства, ходатайствует о лишении отца Насти Карасевой родительских прав. И считает, что в детском доме девочке будет безопаснее. Ответчик Михаил Карасев, 45 лет. Один воспитывает дочь и уверен, что только он знает, как можно вырастить из нее человека. К нам с заявлением обратилась бабушка девочки, бывшая теща Михаила Васильевича. Она пояснила, что ее дочь три года назад умерла, и внучка осталась жить с отцом. И этот отец очень жестоко обращается с девочкой. Он избивает ее, подвергает пыткам. Когда мы пришли проводить проверку в дом к Михаилу Васильевичу, он нас попросту не хотел впускать. Вы знаете, у него такая позиция, как моя дочь, это как мои носки и мой пиджак. Это такая живая частная собственность, и что никто не вправе вмешиваться в воспитательный процесс. Что хочу с ней, то и делаю. Пришлось припугнуть даже ОМОН и милиции. Я ему сказала, что сейчас вызову милицию, потому что мы должны проникнуть в дом и увидеть ребенка. Когда мы увидели Алину, вообще мы испытали шок. Потому что я, например, такое видела впервые. Она не просто в синяках. У нее явные следы наручников на руках. И знаете, даже правое ухо надорвано. То есть ухо едва не оторвали от головы у ребенка. Она запугана. Она объяснила, что она так в подъезде упала. Наш психолог работал с этой девочкой. Выяснила, что она просто панически боится отца. Она вообще боится что-либо говорить про отца. Обнаружили кровать, на которых пристегнуты наручники. 20-литровая бадья с водой. Сухарики. Берут туалет. То есть все признаки того, что девочка, действительно, как говорила бабушка, закрывалась там на две недели в этом доме одна. Естественно, мы изъяли ту девочку из семьи. На сегодняшний день она находится в социальном заведении и возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Васильевича по поводу побоев и, может быть, даже причинения вреда здоровью. Выясним в результате следствия. Также мы выяснили, что отец, по крайней мере, он так считает, что он очень правильно пытался лечить девочку от пристрастия к наркотикам. После смерти мамы девочка попала в дурную компанию и пристрастилась к наркотикам. И отец не нашел никакого иного способа, как лечить ее. Как он выразился, нашел в Алтае некий трудовой исправительный лагерь, а по сути это самый обыкновенный концлагерь, где наркоманов лечат побоями, унижением, истязанием, голодом и так далее. Она пробыла там пять месяцев, вот с мая по октябрь 2010 года. Вернулась оттуда, мало того, что она побита, она просто сломленная, у нее надломлена психика у девочки. И отец, как он считает, держит на контроле ее таким способом, в наручниках. Мы поэтому просим суд, потому что тут я не знаю, что еще можно сказать. Мы просим суд лишить Михаила Васильевича родительских прав, чтобы бабушка могла взять на дне опеку, и чтобы мы вместе с бабушкой имели возможность лечить эту девочку человеческим, цивилизованным способом, но не так, как лечит ее папа. Я прошу приобщать материалам дела, материалы нашей проверки, документы. У вас есть постановление о возбуждении уголовного дела? Да, я приобщаю к материалам дела. Через судебный пристав, передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Да, Ваша честь, здравствуйте. Я внимательно слушал, но хочу дать объективную оценку всех событий. Я бывший воин-афганец, интернационалист, выполнял свой долг в Афганистане, получил ранения, контузию. Но в данный момент, может, это к делу не относится. К сожалению, три года назад умерла моя жена, горячо любимая. Вот, осталась девочка. Дали ее, ну, совместного согласия на попечительстве бабушке, матери умершей жены. Вот. И стали разворачиваться такие события, которые, понимаете, непредсказуемые. Вот. Она попала в дурную компанию, девочка. Бабушка меня не информировала вовремя об этом. Любое слово девочки, она шла на поводу. Девочка села ей на шею. Она ее снабжала деньгами и так со своей небогатой пенсией. Понимаете? И делать из меня и какого-то изувера. Понимаете? Конечно, бабушка виновата, что вы упустили ребенка. Бабушка виновата. А вы где были? Где вы были? Ну, она ее довела до накомонения. А вы вставили свою личную жизнь. Все, стоп. Подождите, подождите, отвечу. Ну, на самом деле, ну, хорошо. Бабушка при живом папе, простите меня, пожалуйста, стала попечителем ребенка. А что делал у нас в это время живой папа? Вы как принимали участие в воспитании ребенка? Я периодически, очень часто... Понимаете, в наркотическую зависимость или опьянение можно попасть за один вечер, у колодца и все. Ответчик, где были вы в тот момент, когда девочка находилась у бабушки? Какое вы принимали участие в воспитании ребенка? Вы мне можете ответить на этот вопрос? Самое конкретное. Мы регулярно встречались. Почему ребенок не проживала совместно с вами, вы ее папа? Почему? Ну, такое было решение совместно. Чье решение? У бабушки мое, что бабушка... Вы, когда принимали совместные решения, вы почему считали, что девочке будет лучше у бабушки? Ну, потому что я хотел наладить свою жизнь, но нет, даже не свою. Чтобы девочка не видела, чем занимается папа дома. А чем занимался женщиной там? Она, эта женщина любила эту девочку и хотела в дальнейшем... Женщина любила эту девочку, потом девочка жила отдельно от женщины и от вас. Ну, надо чуть-чуть какое-то время, извините меня. Ну, извините меня. Мы даже встречались, ходили вместе, гуляли. Так, ответчик, если я вас правильно поняла, то органы опеки и попечительства ссылаются на то, что вы направили ребенка, когда было обнаружено, что она страдает хроническим заболеванием, в некий, как бы, там, на Алтай, в некий... Там, я не знаю, каким образом назвать... Исправительный трудовой лагерь. Исправительный трудовой лагерь. Так, и что произошло, что заставило вас дальше применять эти же методы? А потому что бабушка опять, бабушке тоже на почве это был сердечный приступ, она опять появилась, стала к себе девочку приглашать и опять девочка села ей на шею. Опять она с пенсии давала ей деньги, вот эта компания, бесконтрольность. Понимаете, все хотят хорошего, но должен быть какой-то в таком возрасте, ну, жесткость, может, какая-то, в хорошем смысле слова. Жесткость, но не жестокость, Михаил Васильевич. Вы, по-моему, потеряли грань разумного. Конкретно я? А грань разумного позволять девочке колоться? Вы же говорите о своей дочери, даже собаку так хозяин не забьет. Я ее и пальцем не трогал. Ну, простите, простите, пожалуйста, отведчик, вам еще по уголовному делу надо разбираться, которое против вас возбуждено. По поводу истязания, ну, как бы там, несложно сказать? Я никого не истязал. Не надо пугать меня милиции и правоохранительные органы. Я сам воин-афганец. Это все мои, все мое. Отведчик, в каком смысле все ваше? Ну, потому что, неужели я хочу плохого? Что, зверь, что ли, какой-то? Дочь его, квартира его, имущество его, это все его. Так, понимаете? Девочку надо спасать. Ну, да, вы просили свидетелей с вашей стороны, я просила. Да, пожалуйста, бабушку девочки. Пожалуйста, пригласите в зал свидетелей истца. Свидетелей истца, пройдите. Ваша честь, я Липкина, Анастасия Семеновна, бабушка Алины. Мой зятёк довёл до смерти мою дочь. Пожалуйста, свидетель, давайте мы с вами будем воздерживаться от причин смерти вашей дочери. Правда, мы сейчас с вами рассматриваем очень конкретную вещь. А именно то, что касается судьбы вашей внучки. Я хочу, понимаете, сказать о том, что здесь мой больной человек, он вернулся с афганской войны, контуженно, глушим, глушим. А там должны были давать конфеты, пирожные и божевые зубы, из-за охранения и контузия. Свидетель мы будем говорить о судьбе вашей внучки. Вы мне скажите, как вы хотите заниматься воспитанием внучки, если вы раньше не смогли этого сделать? Вы знаете, я думаю, что мне поможет и орган опеки. Мы будем её лечить цивилизованными методами, а не как её папаша приковал к батарее наручниками на две недели. Хочешь делать хорошо, сделай сам. Отвечек, отвечек, ну проведите на себе эксперименты. Ну, пожалуйста, проведите на себе эксперименты. Давайте вы на две недели, давайте себя наручниками к кровати и... На две недели? Кто это придумал, такую цифру-то? Это мне сказала, когда я вернулась из больницы, я сразу побежала к внучке. Вот она была прикована, и она мне это сказала. Она когда наркоту просила на три дня. Вы деньги давали на наркотики, девочки? Вы знаете, на наркотики, ну что вы, мне и в голову это не приходило. Я могла только её побаловать немножко на конфетки, понимаете, это самое, в кино сходить. Как и у меня деньги. Дальше, собственно, у носа вы не видели ничего. У меня пенсия. С чего я могу это самое давать на наркотики? Это же очень дорогое удовольствие. Ну вы же понимаете, ну вот как, вот скажите, вот девочка жила с вами, да, вот она жила с вами. И она стала страдать наркоманией. Скажите, что должно поменяться, если она будет продолжать жить с вами? Почему вы считаете, что она дальше не будет страдать этим заболеванием? Это пропасть. Ответчик, я вас не спрашиваю. Ну вы знаете, много же есть клиник с нормальным лечением. Надо её, конечно, лечить. Обязательно надо лечить. А довёл-то кто до этого? Да, на самом деле, ответчик, кто до этого довёл? Чья это дочь? Кто должен подпочислять эти права? Надеюсь, что на женскую теплопую и ласковую, получается, на проманиейся. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Когда она узнала, что у папы есть дом в загородном, она очень живо заинтересовалась, им стала его всячески обхаживать. И уже вскоре после выпуски отца из больницы забрала его к себе. Видимо, чтобы не перехватили конкуренты. Один дом продали, другой отремонтировали. И кому теперь он принадлежит. Тем более, если старый владелец умер. А в очереди за имуществом и дети, и вдова. Уж больно лакомый кусочек. Мужчина, будучи собственником квартиры, сдал свою комнату двоюродному брату, который недавно вышел из тюрьмы. Однако не прошло и трех месяцев, как он горько пожалел об этом. Чем квартирант не угодил своему родственнику. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСЦА, также приведя процесс с обязательным участием прокурора, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение о лишении отца родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Суд лишает отца родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, потому что отвечая жестоко обращается с дочерью, применяет недопустимые методы воспитания с использованием физического насилия. Это подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела по факту причинения дочери телесных повреждений. Кроме того, это подтверждается и опросом, который был проведен профессиональным психологом, где психолог сделал вывод о том, что ребенок запуган, как бы ваша дочь испытывает панический страх по отношению к вами, и к вам это совершенно не означает, что она испытывает по отношению к вам уважение. Суд хотел бы разъяснить ответчику, что ответственность за воспитание своих детей несут их родители. Передача родителями своих детей, дедушкам и бабушкам, не освобождает родителей от обязанности заниматься их воспитанием. Ошибки в воспитании детей, приведшие к тяжким последствиям для ребенка, в данном случае это наркотическая зависимость дочери, не исправляются путем причинения телесных повреждений ребенку, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Лишая отца родительских прав, суд передает девочку на попечение органов опеки и попечительства для дальнейшего ее трудоустройства, простите, устройства, например, при передаче на воспитание в приемную семью или для передачи под опеку. Но суд хотел бы обратить внимание в данной ситуации органов опеки и попечительства, что, имея в виду по передачу девочки под опеку, суд имеет в виду, что опекуном будет назначено лицо, который имеет навыки в воспитании проблемных детей. Суд хотел бы разъяснить, что ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение, право пользования указанным жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родствия с родителями и другими родственниками, в том числе и право на получение наследства. В данном случае, истец, я не рекомендую, чтобы бабушка была назначена опекуном. Я не вижу у бабушки достаточно твердой позиции, которая бы позволяла сделать вывод о том, что она способна заниматься воспитанием ребенка. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, благодаря свидетелю за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Никакие, даже самые благие намерения родителей не могут оправдать их жестокость в отношении детей. Никто из ИСОВ с моей дочерью не справится. Ей подписали смертный приговор. Но в лучшем случае она останется неисправимой наркоманкой. А теперь вернемся в зал суда. Истец Нина Ковальчук подает иск о признании дома совместной собственностью супругов, о закреплении права на половину дома, а также признании права собственности на одну шестую долю дома и на одну третью долю участка. Ответчики Егор и Елена Ковальчук против иска возражают. С Николаем Андреевичем Ковальчуком мы познакомились три года назад. Тогда же мы и поженились. Вместе мы прожили с ним эти три года. Дело в том, что он как раз тогда только пришел в себя после развода со своей первой женой. Развод был очень бурный. После развода своей первой жене и детям он оставил трехкомнатную квартиру в городе и машину. Да что вы знаете о разводе? Ответчик, 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 пожалуйста. Знаю, потому что муж рассказывал. Мы сейчас про наследство говорим, не про развод. Пожалуйста. А Николаю Андреевичу достался загородный дом в аварийном состоянии. В этом доме жить было совершенно невозможно. Мы поселились в моем доме. Он находился в соседнем поселке, недалеко как бы. Но этот дом мы не стали бросать. Мы туда постоянно ездили, протапливали, следили, чтобы он не развалился. Намотали очень много километров. В общем, было очень тяжело ездить на два дома. Мы решили один дом продать. Для того, чтобы продать хоть один дом, мы сделали независимую оценку. Нам оценили мой дом в 49 тысяч рублей, дом мужа в 43 тысячи рублей. Есть соответствующие документы. Потом мы с мужем стали решать, какой дом продать. Муж наотрез отказался продавать свой собственный дом, потому что сказал, что после первого развода чуть без штанов не остался. И просто боится. Но так как мы собирались с ним жить, то мы решили, что продадим мой дом. Я на это согласилась. Но так как мы люди взрослые, все понимаем, мы составили брачный договор, в котором мы указали, что в случае развода половина этого дома отойдет ко мне, а половина останется у него. Дом мы продали. А все деньги мы вложили в ремонт и в реконструкцию дома моего мужа. Мы закупили стройматериалы, заключили договор с бригадой строителей, которые делали у нас ремонт. Мы полностью восстановили, отремонтировали фундамент дома, заменили полы, нижние венцы у дома, у стен, которые сгнили, мы заменили на новые. Выровняли стены, сделали пристройку, санузел построили, в дом воду провели, построили мансарду очень красивую, облагородили участок, выровняли его, поставили баню, построили, беседку красивую сделали, где можно отдыхать, навес для машины. А все дорожки мы выложили тротуарной плиткой. Дом получился очень красивый, очень комфортный. Жить только в нем и жить. К сожалению, муж мой, он и до этого себя не очень хорошо чувствовал. А тут вот так получилось, что врачи нашли у него очень серьезную болезнь. И как ни старались врачи, мой муж, к сожалению, умер. Ну, когда возникло дело о наследстве, я встретилась с детьми моего мужа от первого брака, вот с Егором и с Еленой. Я им показала этот брачный договор и предложила провести раздел, по которому половина дома отходит ко мне, а остальную половину и земельный участок мы делим поровну. Они отказались. Конечно, отказались. Это грабеж средь белого дня. А почему грабеж? Скажите, пожалуйста, ответчик. Так получается, что, по сути дела, вот, наша претензия состоит в том, чтобы унаследовать наши наследственные доли в равных частях. А так получается, что вроде бы брачный договор брачным договором, но получается, что брачный договор это такой документ, который регулирует взаимоотношения супругов живых. Ну, а наш отец, к сожалению, вот, умер, его не стало. Вот. И, соответственно, так сказать, мы хотим, чтобы наследство нашего отца, родного отца, вот, было поделено на три равные части. Вот. Я понимаю, конечно, Нина Борисовна говорит, что она вкладывала в этот дом определенную сумму своих денег. Но, я не понимаю, не все же она свои личные деньги от продажи, допустим, того дома она вложила. Вот. Естественно, деньги в реконструкцию этого участка вкладывались, в общем-то, из их семейного бюджета, общего бюджета. Вот. И, соответственно... А вы не считаете, что если деньги вкладывались, помимо денег от продажи дома, который принадлежал эластиции, и, как вы говорите, если деньги вкладывались из совместного супружеского бюджета, то это тоже порождает право на супружескую долю. В принципе, да. Ну, а мы-то, получается, как законные наследники, так сказать, вот со своей сестрой Еленой, мы просто-напросто получается обделенные. Вот. Я просто очень... Извините, волнуюсь. Нужно еще прояснить некоторые детали, которые Нина Борисовна не уточнила. Во-первых, это место, где располагается сам дом. Это элитный участок, бывший кооператив работников искусств. Сам участок стоит в сотни раз больше самого дома. Нина Борисовна, по моему мнению, преследовала корыстную цель, когда выходила замуж за папу. Дело в том, что они познакомились в онкологической больнице, где папа проходил обследование, и Нина Борисовна, которая является риэлтором, к тому же специализируется на загородных участках. Когда она узнала, что у папы есть дом загородный, она очень живо заинтересовалась, им стала его всячески обхаживать, и уже вскоре после выпуски отца из больницы забрала его к себе, видимо, чтобы не перехватили конкуренты. А далее начались уже эти пристройки, различные реконструкции. Я считаю, что это все было сделано только для того, чтобы закрепиться, зацепиться, и потом уже претендовать на большую часть наследства, что сейчас Нина Борисовна и делает. В доме. На земле истец не претендует. В том числе и в доме. Нет, наоборот. В доме, на земле, истец не претендует на выделение большей доли, чем ей положено как законной супруги. Ваша честь, можно я добавлю? Да, вы мне документы передайте, пожалуйста. Добавляйте. Возьмите, пожалуйста. Дело в том, что мы с мужем прожили три года. За эти три года его детей мы ни разу не видели у нас в доме. Я понимаю, они могут плохо относиться ко мне, но это их родной отец. Они ни разу там не появлялись. Зато, когда после смерти, они сразу появились с претензией на раздел дома. Но деньги, которые я вложила в ремонт этого дома, это мои собственные деньги. Они не являются деньгами, принадлежащими семье. Потому что дом, который мы продали, он был моей собственностью еще до брака. То есть деньги от его продажи, это мои собственные деньги. Вот поэтому я прошу признать наш дом моего покойного мужа нашей совместной Я-то понимаю прекрасно, ну, так сказать, вы сформулировали свои исковые требования. И в данной ситуации ответчики не отрицают того обстоятельства, что был продан дом, который принадлежал вам на праве собственности, указаны денежные средства, пошли на ремонт дома, в котором вы проживали с супругом. Просто ответчики считают, что дом должен быть поделен на три части. Как же на три части? Почему они так считают, я понять не могу. Вот я все пытаюсь, чтобы не объяснили, но никак вот объяснение я не слышу. Ну, у меня есть свое мнение, я не знаю, важно оно или нет. Ну, на правах наследования, я понимаю. Мы являемся прямыми наследниками. Естец вкладывала свои деньги? Да. В ремонт дома вкладывала? Это должно учитываться? Что-что? Да, вкладывала. Вкладывала. Это должно учитываться? Это все понятно, конечно. Но я хочу заметить еще такую деталь, что Нина Борисовна, будучи супругой нашего отца, да, она говорит, что мы недостаточно внимания уделяли отцу, не приезжали. Да, конечно, можно сейчас все, что угодно говорить. Но, опять же, она, так сказать, нас, вот, детей, родных детей нашего отца, она не в какую известность, а вот их семейных, допустим, делах, вот этих вот, что связано с домом, с улучшениями и прочее, она никогда не ставила в известность. И, соответственно, она сделала все так, чтобы, так сказать, вроде бы как вложить чуть-чуть средств в улучшение имеющегося постройки, а потом, так сказать, заграбатывать полностью весь участок, соответственно, и дом, большую часть дома, и нас состоять вообще. Понимаете, вот все, что вы сейчас пытаетесь сделать с сестрой, вы меня, простите, пожалуйста, настолько несерьезно, потому что я могла бы понять, если бы вы, там, принесли, например, другой акт оценки, истец принесла сметы, истец принесла договор купли-продажи своей собственности, тем самым, я хочу, чтобы вы просто поняли, истец подтвердила, что была продана ее личная собственность, которая была потрачена целевым назначением на улучшение и повышение стоимости дома, в котором жил ваш отец. Вы не хотите опровергнуть ничего, вы не хотите доказать, что истец продала свою недвижимость и использовала это, например, для участия в спекуляциях на рынке ценных бумаг, что она продала недвижимость и купила для этого, вы вообще ничего не хотите доказать. Вы сейчас говорите, так нам кажется, это не очень справедливо. Доказывать надо. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ты у нас отметили ли меня, как следует это самое... Истец, истец. Я вызвал... Нанесли менее тяжкие телесные повреждения. Ну, да, нормально, нанесли это. Хорошо. Телесные повреждения средней тяжести. После развода женщина осталась проживать с бывшим мужем, которого это явно не устраивало. Он стал всячески притеснять супругу, чтобы заставить ее продать ему свою долю за бесценок. Однако в результате сам того не подозревая загнал себя в угол. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, отложив исковые требования и истца возражения ответчиков по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев все представленные документы, заявленные исковые требования недоум樣 и одобретворяют и признает дом совместным имуществом супругов. Суд признает за бывшей супругой право собственности на одну-вторую долю дома. Суд производит раздел наследственного имущества. Суд признает за истической каждым из ответчиков право собственности в порядке наследования по закону на одну-шестую доле дома и на одну-третью долю земельного участка. Суд признает жилой дом, являющийся добрачной собственностью умершего супруга, совместной собственностью супругов, потому что суду были предоставлены соответствующие доказательства, что в период брака за счет личных средств истиции, полученной от продажи ее личной недвижимости, был произведен капитальный ремонт дома с переоборудованием, что значительно увеличило стоимость этого дома. Ответчиками в данное судебное заседание каких-либо доказательств, подтверждающих, что стоимость дома не была увеличена или от тех обстоятельств, что истица не потратила денежные средства на проведение капитального ремонта, предоставлено не было. Долю юстиции суд определяет в размере одной-второй доли дома, так как стоимость дома за счет капитального ремонта с переоборудованием возросла в два раза, что подтверждается соответствующим актом. Умерший не оставил завещание, поэтому после его смерти имеет место наследование по закону. Наследниками по закону первой очереди являются дети, родители и супруг в соответствии с правилами части 1 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации. На день смерти умершего трое наследников по закону первой очереди, супруга и двое детей. Наследственное имущество состоит из одной-второй доли дома и всего земельного участка. Одной-второй доли дома, почему? Потому что одна-вторая доля принадлежит истице, как ее супружеская доля. Наследники одной очереди наследуют в равных долях и, соответственно, наследственное имущество умершего делится между пережившей супругой и двумя его детьми. Поэтому суд производит раздел наследственного имущества, признает за супругой и за каждым из детей умершего права собственности в порядке наследования по закону на 1 шестую долю дома и 1 третью земельного участка. В целом доля истицы в доме будет составлять 4 шестых доли дома или 1 вторая ваша супружеская личная доля плюс 1 шестая, как наследственная доля. Суд хотел бы пояснить ответчикам, что ваши некие ссылки на какие-либо корыстные побуждения, вступление в брак или так далее, каких-либо доказательств судебных заседаний вы не смогли предоставить. Ваш папа брак с истцом не расторгал, он не пытался признать его недействительным. То есть в этой ситуации тут суд исходит из того, что ваш папа считал, что он живет с истицей в нормальном зарегистрированном браке, тем самым признавая возможность того, что она будет его наследником. Если бы ваш папа рассматривал эту ситуацию по-другому, он был бы в праве оставить завещание, выразив там свою волю, и, например, оставив принадлежащее ему имущество в полном объеме, вас как наследниками, ну, например, в отношении земельного участка. То земельный участок является личной собственностью вашего папы, и он мог бы распорядиться по-другому, например, выразив свою волю в завещании. А поскольку завещания нет, наследование по закону. Таким образом, истец, четыре шестых ваши в доме, вам по одной шестой в доме, и по одной трети каждого для вас в земельном участке. Истец-ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Дети со своей мамашей уже однажды обобрали своего отца полностью. Теперь они попытались обобрать меня. Со мной у них это никогда не получится. Она, конечно, лучше подготовилась, ну, и, соответственно, так сказать, своего добилась. А теперь вернемся в зал суда. Истец Михаил Куряков. Живет в Самаре. Разведен. Пытается выселить из квартиры недобросовестного жильца. Отвечет Геннадий Савин. Двоюродный брат истца. Недавно освободился из мест заключения. Заявляет, что живет в квартире на законных основаниях. Дело в том, что он, это самое, деньги платил мне за первые три месяца. Договор мы составили, как положено, на год. Я его зарегистрировал. Все законно заверили у нотариуса. Вот договор здесь, все документы, пакет документов с собой. Вот. Ну, после трех месяцев он напрочь перестал платить. Это, на мои, это самое, на мои просьбы продолжать платить. Он говорит, я уже у тебя не живу. Я уже, вот, это самое, сошелся с твоей бывшей женой. Поэтому, это самое, ты не имеешь тут никаких претензий мне предъявлять и так далее. Я считаю это незаконным. Вот. Потому что, значит, как было дело? Мы с женой разошлись, разошлись. Квартиру разменивать не стали. Потому что на размен квартиры нужно еще дополнительную сумму денег, чтобы это самое, от двухкомнатного разменять на две однокомнатных. Ну, и решили, она в одной, я в другой. После этого, после этого, жизнь моя в этой квартире стала невыносимой. Бывшая супруга, давай там бордель устраивать, пьянки, гулянки до утра, музыку. Мне на работу каждый день. Слушать это невозможно, отдохнуть невозможно. Я ушел к матери. Ушел к матери, спокойно жить, чтобы все было хорошо. И заселил брата. Говорю, ну, брат, вот, недавно освободился, жить негде. Ну, думаю, да, сделаю доброе дело. Это самое. А потом смотрю, захожу, говорю, посмотрите, как бы обстановка. Смотрю, это самое, в доме бардак, это самое, туда-сюда. Он уже с женой моей снюхался. Это самое. Естественно, если я вас правильно понимаю, то вы просите расторгнуть договор в связи с тем, что ответчик не исполняет основное обязательство по договору. То есть он не выплачивает вам сумму, обусловленную договором. Я правильно вас понимаю? Не выплачивает. Более того, скажу, это самое, он со своими друзьями пригрозили мне, что, говорит, отдай свою долю, это самое, бывшей жене, сам вали отсюда по-добру, по-здорову. Один раз отметили для меня, как следует, это самое. Истец, истец, нанесли менее тяжкие телесные повреждения. Ну, там нормально нанесли это. Хорошо, телесные повреждения средней тяжести. Вот, ну и это самое, я в этой ситуации обратился к участковому, тот почесал себе репу, говорит, разбирайте сами, как хотите. У вас выражение, конечно, да. Понятно, истец, будьте добры, пожалуйста, мне документы, подтверждающие ваше право на долю в квартире и договор найма через судебного пристава, передайте, пожалуйста. Так, давайте все-таки я с вами определюсь, потому что в данной ситуации вы не ответчик, вы третье лицо без самостоятельных исковых требований. Я правильно вас понимаю, да? Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, значит, я вселился, значит, вот, ну, квартиру, ну, значит, прожил там я три месяца, и в одностороннем... Да лучше бы было в них селяться. Да лучше бы было в них селяться. Истец, помолчите. Истец. В одностороннем, значит, как бы, то есть... Можно я скажу? Он недавно вышел из тюрьмы, он еще не может так хорошо объясняться. Подождите, у нас что, в местах лишения свободы грамматику, что ли, забывают? Я никак не могу понять. Он, понимаете, очень волнуется. Я сейчас, значит, объясню. Он человек в моей квартире не волнует. Он человек в моей квартире не волнует. Истец, пожалуйста, не мешайте, пожалуйста, отвечу. Значит, я сейчас не плачу за квартиру, потому что я там не живу. Да, действительно, я, значит, платил, значит, ну, какое-то время, значит, за эту квартиру. За комнату три месяца. Значит, за эту комнату, действительно. Но, значит... Через три месяца он ко мне переехал в комнату. Его заранее мы предупредили. Так а с моей ты еще не выехал? Ну как, выехал он через три месяца в мою комнату? Я выехал, стал жить, значит, с этой женщиной. В твоей комнате сейчас никто не живет. Ты можешь там жить. Правильно, это твои карифаны бомжуют. Уже три месяца он только жил. Остальное месяце свободы, никто там не спит. Ну как не спит? А метелил у меня кто? Может, там не спит? Истец, истец, давайте перейдем на русский язык, пожалуйста. А то я должна сделать вывод, что не ваш брат в местах лишения свободы русский язык забыл, а вы просто не приобрели навыков русского языка. Отвечу, если я правильно поняла, то есть вы заключили этот договор наймы, который носил возмездный характер, и вы были обязаны оплачивать найм квартиры по договору. После этого вы вступили в брак? Да, мы неделю зато расписались. Брак между вами зарегистрирован. Официально есть документы. Вы утверждаете, что вы из этой комнаты переехали в комнату вашей супруги. И это дает основание вам проживать в указанной квартире. Я правильно вас понимаю? Да. Ну, вообще-то, как бы, это сейчас моя официальная жена, да, я, как бы, могу жить именно в этой комнате. Договаривай. А ты сам заткнись. Да, умаешь. От тебя я слышу. Ну, истец, еще как дети говорят, сам дурак, понимаете? Вот это хромло. Вот два года вы не знаете, какой ад у него что-то. Да подождите, дайте мне разобраться. Слушай, молчи метр с кепкой. Ой. Так, не надо унижать женщину. Вот так он себя все время ведет. Истец, я объявляю вам замечание. Хлушай, он даже сбивал меня. Я объявляю вам замечание. Ты им объявите. Я объявляю вам замечание и штрафую вас на тысячу рублей. Еще раз. Будьте добры, пожалуйста, истец, уточните ваши исковые требования. Вы заявляете исковые требования о расторжении договора найма и выселении ответчика из квартиры? Да. Да. Ответчик, высчитай. На 64 стороны. Ответчик, вы считаете, что в связи с тем, что вы вступили в официальный брак с одним из сособственников квартиры, это дает вам право проживать совместно с супругой и пользоваться указанной квартирой. Я правильно вас понимаю? Да. Мне свидетельство о браке через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Вот здесь у меня все документы. Есть копия свидетельства о браке. Купли-продажи. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также опросив третье лицо без самостоятельных исковых требований со стороны ответчика, рассмотрев все представленные документы, иск о выселении удовлетворяет и выносит решение о выселении ответчика из квартиры. Истец, дело в том, что сейчас я оглашу решение, но вам придется пройти в бухгалтерию и заплатить штраф. Вы хотите еще? Нет. Да, это особое желание. Иск о выселении суд удовлетворяет и выносит решение о выселении ответчика из квартиры и о расторжении договора найма жилой площади. Суд удовлетворяет исковые требования о выселении ответчика, потому что в селении проживания, то есть в пользовании жилым помещением, принадлежащим нескольким собственникам, возможно только согласие всех сособственников жилого помещения. В данном случае у нас сособственником указанной квартиры является и истец в том числе, а не только ваша супруга. Так как истец возражает против проживания ответчика в квартире, сособственником, который является он, то ответчик подлежит выселению из квартиры. Суд разъясняет, что сам по себе факт регистрации брака не порождает каких-либо жилищных прав у супруга. То есть в данной ситуации от того, что вы вступили в официальный брак, это не означает, что у ответчика автоматически возникли какие-либо права на проживание в указанной квартире. И пока истец не дает письменного согласия на проживание ответчика совместно с супругой, потому что истец будет давать согласие как сособственник указанной квартиры. Суд также расторгает договор найма данного жилого помещения. Поскольку утверждение истца, что ответчик не выполняет условия по договору, то есть не выплачивает причитающуюся сумму договора, подтверждает непосредственно сам ответчик. Кроме того, ответчик утверждает, что она освободила указанную комнату, из чего суд может сделать, что у сторон исчез интерес к исполнению самого договора. Поскольку истцом имущественных требований заявлено не было, то есть истец не требовал у ответчика просроченной суммы задолженности за указанное жилое помещение, суд расторгает указанный договор найма жилого помещения и выносит решение о выселении. Истец и ответчик суд огласил свое решение. Я попрошу судебного пристава проследить за тем, чтобы истец в полной мере оплатил штраф, который был наложен на него судом. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. У меня так. Мне чужого не надо. Но за свое бошку сырну любому. Мы еще обсудим с братом эти проблемы. Я думаю, что нам уступят свою комнату по сходной цене. Редактор субтитров А.Семкин